В Наридмаре состоялось первенство Ненецкого округа под Хэквандо в дисциплине ГТФ. Это итоговое мероприятие, на котором спортсмены показывают свой уровень мастерства и при успешном выступлении получают шанс представлять наш регион в составе сборной от Ненецкого округа на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. В декабре принято подводить итоги года. У тхэквандистов для этих целей есть свой особый способ. То, чему научились, спортсмены показывают на заключительном в уходящем году соревнования. Первенство Ненецкого округа под Хэквандо в дисциплине ГТФ. У нас существует две дисциплины. Сегодня у нас это формальные комплексы, хьонги, и поединки. По этим главным двум дисциплинам будут отбираться спортсмены. Конечно, они должны участвовать очень хорошо и показать хороший результат именно в этих двух непосредственных дисциплинах, не только в одной. И по результатам этих соревнований будет произведен отбор. Еще у нас сегодня мы тоже вводим дополнительно еще один вид дисциплины. Он не является соревновательным, но для того, чтобы участвовало побольше малышей, так скажем, наших 5-6-7 лет, они у нас будут соревноваться, так называемый, на снаряде спортивном, который будет показывать их скорость удара. У кого быстрее скорость удара, у кого сильнее удар. По результатам сегодняшних соревнований будет сформирована сборная Неницкого округа под Хэквандо, которая представит наш регион на первенстве Северо-Запада в феврале 2020 года. Под сборную мы обычно отбираем как минимум 12 человек, и всегда, то есть запасными. Но на участие в соревнованиях у нас будет от 6 до 8, плюс 6, это мы основная команда даже на это, плюс 2 запасных на всякий случай, чтобы у кого-то не произошло травмы. А на сборах именно в отбор приходят 2 состава команды, для того, чтобы всегда можно было отобрать лучшего. В рамках первенства тренерский совет поощрил участников конкурса рисунков и лучших спортсменов, которые отличились в текущем году по результатам участия в спортивных соревнованиях. В своих возрастных группах награду достойны Александра Мужикова, Евгений Худя, Руслан Дуркин, Дарья Тайбузина, Александр Краснолуцкий и Никита Безумов. Никита стал лучшим в дисциплине ВТФ. Как мы знаем, может быть, кто-то и не знает, это немножко другая отличительная особенность нашего спортивного. Поэтому Никита у нас единственная почти защищает честь в олимпийской версии, на всероссийских соревнованиях. Поздравим Никиту. Хэквандо Никита занимается уже седьмой год, является обладателем черного пояса и многочисленных наград. Я на очень много выездных соревнованиях часто. Патриот, Кубок России, ну, в общем, их большинство. Я все уже не запомнил. Очень много у тебя наград дома? Ну, больше 32 медалей. Дальше 40. 40. А твоя мечта? Чего ты хочешь достичь вот в этом виде спорта? Какого результата? Ну, выиграть чемпионат России. Ну, а нам остается только пожелать удачи окружным хэквандистам, которые будут выступать за наш регион на первенстве Северо-Запада. И пусть каждый из ребят уверенно идет к своей цели. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал Север.